Их пример показательный для молодежи. Спустя полвека совместной жизни с теми же чувствами и эмоциями, медленной и уверенной походкой, они выходят под свадебный марш Мендельсона. Виктор Григорьевич и Галина Александровна Грицай женаты уже пять десятилетий. Они встретились в 1967-м. Он проходил службу в пограничных войсках, а юная Галина заканчивала школу. Через год молодожены соединили две судьбы в одну. Он один такой был. Я считаю, что у него вообще нет отрицательных качеств. Потому что он в жизни, ну как, опора в доме, финансовый банк. Надежная, любимая. И всегда обожательная, обаятельная. Самым великим достижением и богатством они считают свою любовь. Трое рожденных детей и шестеро внуков. Встретить вторую половинку раз и навсегда. Это судьба? Или все-таки за долгой и счастливой семейной летописью стоит кропотливая работа? Сохранив тепло сердец, они отвечают на этот вопрос без доли сомнения. Все зависит от новобрачных, от тех, кто делает брачный союз. Во-первых, для того, чтобы идти на такой шаг, надо взвесить абсолютно все. И главное, главное, чтобы была любовь. Если будет любовь, будет прощаться все. Где-то что-то не сделал, где-то что-то не уступил, где-то что-то не купил, где-то что-то не принес. А мне кажется, лучшего мужа мне не надо. И пусть бы у моих внуков и правнуков были такие мужья. Этот день был наполнен любовью и нежностью, красотой и добротой, а еще любящими родственниками и друзьями. Кто-то должен обязательно, кто-то что-то тон где-то повысил, где-то надо. Это все тоже лавировать и надо понимать, надо жить, надо красиво жить, красиво жить. А когда любишь, тогда жизнь прекрасна. Золотой осенью в их почтенные золотые годы они отметили золотую свадьбу. В этот день все согласно свадебным правилам и традициям. Юбиляры не только обменялись кольцами, но и оставили роспись в памятном альбоме регистрации юбилейных свадеб. Это ритуал обязательный. В торжественном зале для регистрации брака буквально каждый месяц рождаются сотни новых ячеек общества. Но гости с таким завидным и внушительным стажем семейной жизни редки. В этом году и праздновали свадьбу Россемья, праздновали у нас Рубиновый юбилей, но больше всего, конечно, золотых и серебряных юбилей. Это праздник своей семьи, потому что если уже на свадебное торжество, когда супруги вступают в брак впервые, организовывается свадьба, приглашаются много гостей разных поколений, то здесь уже идут самые близкие и родные. В окончании своего семейного праздника супружеская пара исполнила свадебный вальс, а после запустила в небо белоснежных голубей, как символ бесконечной любви и мира.